Саламу алейкум и рахматуллах Добро пожаловать на сериал «Изумленный Кораном», в котором я делюсь с вами тем, что меня поразило в Коране. Мы с вами сравним два аята. Один из третьей суры, другой из пятой. Это аяты номер 52 из суры Али Аймран и 111 из пятой суры Аль Маида. Вы увидите, что в обеих говорится на очень схожие темы. Когда Иисус почувствовал их неверие, Он сказал, кто будет Моим помощником на пути к Аллаху. Апостолы сказали, мы помощники Аллаха. Мы уверовали в Аллаха. Это краткий перевод 52 аята из суры Али Аймран. В суре Маида Аллах говорит, Я внушил апостолам, Уверуйте в меня и моего посланника. Они сказали, мы уверовали. Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами. В обоих аятах в конце апостолы что-то говорят, что-то очень-очень похожее. Мы уверовали. Мы уверовали в Аллаха. Засвидетельствуй же, что мы стали мусульманами. Но что примечательно, разница в обоих случаях все-таки есть. В одном случае Иисус говорит им. А в другом случае Аллах говорит, что Он Сам внушил, усилил веру последователей Иисуса. Сам Аллах. Как Аллах говорит в одном аяте, Аллах между человеком и его сердцем. А в суре Фатиха Аллах говорит, Он тот, кто не спасал покой в сердца верующих. То есть в одном аяте Иисус взывает, и люди отвечают Ему. Свидетельством веры. А в другом аяте Аллах говорит, что Он Сам кое-что поместил в сердца. Это изменило их, и они засвидетельствовали веру. В обоих аятах они о ней свидетельствуют. Но в одном аяте в ответ на призыв посланника, а в другом, как ответ на то, что Аллах внушил в их сердца. В арабском, когда вы говорите «анна», что в переводе означает «мы», можно сказать «анна» либо «аннана». Если вы не знаете арабского «анна» с одной стороны, и «аннана» также говорят, слог повторяется. При переводе разницы вы не почувствуете. Но на самом деле, в одном из случаев дополнительная буква, которой в первом случае нет. Поэтому обычно выглядит, будто разницы нет. Есть риторический принцип. Если вы более многословны, если используете больше букв, то вы будете более выразительны. Примечательно, что когда они отвечали на призыв посланника, ответили решительно «мы мусульмане». Будь свидетелем, что мы мусульмане. Но когда сердце вдохновлено напрямую Аллахом, происходит что-то, чего не было раньше. Свидетельство веры более выразительное. Они сказали «бь аннана, мусульмане». Слово чуть-чуть изменилось, что показывает, что когда вмешивается Аллах, с верой происходит то, чего бы ни произошло в другом случае. Это анализ различия между «анна» и «аннана». Тонкость этого аята. Еще примечательный момент. Когда Иисус воззвал к ним, они сказали «мы уверовали в Аллаха». Будь же свидетелем, что мы являемся мусульманами. Но когда Аллах внушил им, то они не сказали «мы уверовали в Аллаха», а просто сказали «мы уверовали». Что же Аллах хочет этим сказать? Что когда Аллах вдохновляет твое сердце, то усиливаются все аспекты твоей веры. Их вера в Аллаха, их вера в посланника, их вера в будущую жизнь, что Аллах видит их. Все это было включено в их слова, когда они сказали «мы уверовали». То есть каждый аспект их веры был усилен, когда они засвидетельствовали о своем исламе, это было еще выразительнее, и они сказали «би анна на мусульман». И вот эта тонкость для меня лишь один маленький пример того, что делает Коран таким сокровищем. Каждый аят на своем месте, каждое слово на своем месте. Да внушит нам Аллах ценить его совершенное слово.